Писатель Ивана Сергеевича Тургенева с детства связано с Орлом. Здесь он родился, здесь же было имение. И у мать, а из вас, Калутовина, в Барне работает музей писателя. Там можно увидеть подлинные вещи, Тургеневые портреты, книги из его библиотеки. В годы Великой Отечественной войны большая часть области была оккупирована немецкими войсками. 3 октября 1945 года они вошли в Орел. В городе окрестностях продвинулось активное сопротивление оккупантам со стороны подвольных и партизанских отрядов. Древнейшие стоянки первых жителей Краева сходят к эпохам Палеолита и Неолита. Здесь можно прочитать историю Орла. А вот, кстати, вот это красивенное здание Орловского вокзала было построено в неоготическом цели по проекту петербургского архитектора Эдуарда Карловича Левенштерна. В сентябре 1566 года по указу для Ивана Грозного для защиты Южного погранича начало строительство деревянной рубленой крепости, давшей начало Орлу. Такой краткий курс в историю города я ввожу. Конечно, не совсем он откроет глаза на все. В 1837 году шел строительство Орловского бахтинского кадетского корпуса. Большое существо ведущих в военно-учебных заведениях России. В советское время его премником стало Орловское бронетанковое училище, разместившееся в зданиях корпуса с 1925 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...